Всем привет, друзья! С вами OnBord eSports. Мы приглашаем вас на самый первый в России Simracing Fest, который пройдет здесь, на территории Forza Karting, 30 ноября. Впервые в России на самой масштабной встрече киберпилотов и любителей автоспорта соберутся самые популярные личности из мира виртуальных гонок. Евгений Сончик, Кускус Рейсинг, Дима One Point, а также комментатор Владимир Башмаков, пилот Алексей Несов, Антон Елисеев и другие. Тебя ждет интересная шоу-программа, турнир по картингу, заезды на автосимуляторах и розыгрыши ценных призов и подарков. Ждем тебя 30 ноября. Будет круто! Да, дамы и господа, будет охренительная возможность увидеться 30 ноября в Москве на первом симрейсинг-фестивале. Я думаю, что это будет охренительно интересный ивент, в котором будет куча разных активностей. Можно будет погонять на симуляторах, на картингах, пофоткаться, пообщаться с различными блогерами и людьми, которые так или иначе связаны с автоспортом, реальным или виртуальным. Там будут все мои знакомые из области симрейсинга и вообще любители гоночек. Поэтому, если хочешь попасть на действительно классную тусовку, то успей приобрести билеты, которых осталось 70 штук. В общем, ссылка будет в описании. Буквально вчера снимал рекламу и уже осталось 60 билетов. Как-то так. Здарова, уважаемые гонщики! С вами вновь Сони. И добро пожаловать на очередную серию по Need for Speed Heat. Сейчас мы берем вот этот охренительный автомобиль. Блин, как мне нравится вот эта вот сочная картиночка. Здесь в гараже просто космос. Так вот, я отвлекся от темы. Берем вот этот роскошный автомобиль и едем прямиком к дилеру, чтобы приобрести там новую тачку. Ну, потому что сегодня очень я уж хотел бы поехать в гонки на оффроуд. Потому что они в одной из предыдущих серий стали доступны нам. И надо приобрести и затюнить соответствующий автомобиль. И надо тоже как-то проходить. Потому как вы сами же пишите, что сюжетная кампания сделана так, что нужно проходить разные дисциплины. Иначе там потом будет какая-то дичь. Так у вас проблемы? Что это с текстурами на дороге? Спасибо, что привез машину. Смотри, как высыхает асфальт. Все серьезно? Все, попустил его. Я сейчас выгляделу так, чтобы пробовать его кипят. Если она правда, то я так говорю. Про нос знакомый вы можете узнать в прошлой серии. В принципе, ничего особо там такого. Какая-то мыльная опера, сопли. И вот это вот все пошло в Need for Speed, чего мы не особо ожидаем. Телепортируемся к дилеру. И давай сразу заходим и выбираем тачку. На самом деле под оффроуд сразу напрашивается какой-нибудь там Subaru WRX или Mitsubishi. Subaru я видел там мой кореш Димка One Point запилил. У него можете посмотреть на Subaru. А мы, наверное, сегодня все-таки купим Evolution. Мне на самом деле нравится и та, и та тачка, только Evolution не десятый. Потому что, во-первых, у меня он есть в количестве двух штук. Кстати, вот, да, сразу за ноль денег. И предлагают те самые аппараты, которые у нас имеются. Ну, да, нормальная машина, но, блин, я не знаю. Честно, мне вот последний десятый Evolution как-то вот, ну, такой. Не скажу, что он хреновый, но не цепляет от слова вот совсем. Может, поэтому он и умер, кстати. Черт не знает, этот Evolution. Нового поколения-то нет. Вот такую субу, кажется, Димон делал. А мы с вами идем и приобретем Evolution 9, который здесь тоже есть. И вот он, собственно говоря. И мне вот эта тачка прям очень заходит. Казалось бы, предыдущее поколение, но, на мой взгляд, эта машина куда более интересная. По крайней мере, по визуалу. И плюс она под ралли смотрится хорошо. Не знаю, как где. В Украине, кстати, очень много именно вот таких вот лансеров гоняют. Именно в ралли выступают. Вот сегодня мы и будем готовить этот седан под как раз ралли. Хотя сейчас типа хэтчи рулят там в этой теме. Ну, да хрен с ним. Покупаем 72 тысячи. Я на эту тачку положил глаз еще черти знает когда. Когда первый раз зашел к этому дилеру. Поэтому я даже рад, что наконец-то ее купил. Потому что нафармили денег. Я понял, что дневные варианты нам уже не актуальны. Если хочешь узнать больше, заскочи ко мне. А, этот братиш нас зовет типа на дрифт. Ну, братиш, дрифт потом как-нибудь. Давай, подстроим ее. Ну, как обычно, стоковая Митсубиси. Не шибко быстрая, но сейчас постараемся. Все, что-то поперхнулся, простите. Сейчас постараемся с нее сделать конфетку, как говорится. Так, у нас тут дрифт-зона, но тачка вообще не под дрифт. Даже не под Шимхану. От слова совсем мы поедем на оффро. Вот, но, хоть такие именины, хоть чуть-чуть очков заверните, пожалуйста. Трафик, трафик, трафик. Эта тачка должна быть хорошо управляться. Самое главное, хорошо управляться и держаться на бездорожье. Для чего, собственно говоря, мы ее и будем строить. Все почти набрало нужное количество. Да минималочки. Где там наш гараж, между прочим? А гаража тут уже нет? А, гаража тут уже нет, потому что мы по сюжетке с вами переехали, как вы помните. Где-то сюда? Да, да, мы можем перейти, переходим. Опять прогрузился асфальт. Здесь как-то очень странно это смотрится. На самом деле, графических косяков в хите дофига. Да и не только графических. Чего только стоит упоминание того, что руль не работает. Это тоже косяк, на самом деле. Кстати... Новая тачка, огонь! Кстати, она по умолчанию годится больше подгонки, трассы и вот это вот все. Но мы сейчас будем из нее делать такую жесткую корчалыгу в сторону оффроада. Кстати, сколько нам надо рейтинга для этой малышки, чтобы там дубасить? Нам надо построить тачку 240. Ну вот где-то 220-240 и нужно построить. Самое главное это подобрать правильную подвесочку и, ну, реально на управляемость сейчас все делать. Трасса ралли. Вот что нам нужно как раз оффроад. Хорошенько переработаем этот аппарат, потом шины обязательно. Ралли опять же. Ралли мы, ралли. А что там еще есть? Бездорожье. Ну да, ралли. А вот есть именно бездорожье, ты понял? Я, наверное, шины для бездорожья все-таки фигачу. Попробуем так, если что. Всегда можем поменять деталье. И давай еще поставим этот самый дифференциал трассы. Ралли пока, спидкросс, ралли, пожалуйста. По управляемости мы, в принципе, добились того, чего хотели. 191 рейтинг. Теперь нужно немножко еще копытных сил добавить. Копытных сил мы можем добавить, ну, в принципе, на изи. Это ЭБУ поставить. Элитная за 23 куска. И это уже будет сколько? Ничего не будет особо. Короче, ставим ЭБУ. И можем поставить сейчас улиточку. Конечно же. Нам нужен более равномерный крутящий момент, учитывая, что тачка идет под оффроад. Двойной турбокомпрессор. 193. Окей. Обязательно буст надо поставить. Сразу идет вход вот этот вот четверной баллон. Тормоза обязательно ставим элитные. Никак они не влияют на рейтинг. Денег-то слили мы уже 200 штук, между прочим, в машинку. Хорошо. Ставим колено. И получаем 226. И по кюнячкам в плане железа этого нам на данный момент будет достаточно. Теперь пошли что-то делать с нее повязал. И не буду я с нее делать, как в предыдущей серии, что-то про форсаж. Хотя можно было бы сделать эту ЭВА. Правда, восьмая была во втором форсаже. Ну, пофигу. Можно было бы сделать похоже, но не хочу. У нас есть одна тачка с Fast and Furious. Поэтому сейчас мы будем делать что-нибудь другое. Смотри, какой у нее клиренс. А, ну подвеска-то стоит какая. Да, в принципе, очевидно. Дисочки точно надо будет какие-то раллиные ставить. Что-то такое. Так. Давай начнем. Давай начнем. Давай, допустим, с капотов. Ну, стоковый капот. Вот я много раз подмечаю. Здесь великолепен у этой тачки. Вот эти вот, типа, какие-то там не сток. Они гораздо хуже, как по мне, чем стоковый вот этот аккуратный, ну, классный капот. С вампирами я даже не знаю. Опять же, мне стоковая морда нравится больше, чем какие-то там кастомы, да? Ну, может быть, вот этот вот более такой раллиный вариант, да? Да, наверное, в принципе, этот мы и поставим. Это какая-то хрень. И это, в принципе, тоже какая-то дичь. А вот эта вот мордочка более такая похожа на ралли Корчалыгу. Сейчас еще можно сплитера добавить. Хотя он тут не особо, наверное, будет уместен. Слушай, сразу морда вообще меняется. Он не особо тут уместен, как мне кажется. Учитывая, что автомобиль идет под ралли. Да, она, может, не так будет стильно смотреться. Но она будет больше похожа на все-таки ралли Корча. Расширение здесь таки просится, на самом деле. Это может быть через Чур. А может и нет, опять же. Вполне себе. Я сделаю все-таки вот этот вариант. Он более, опять же, элегантно смотрит. Хотя какая элегантность. Тачка-то под что готовится? Что по зеркалам? Это какая-то дичь. Это более дичь. А вот это пойдет. Это дичь. А вот это пойдет. Давай. Сзади бампер есть лишь один. Ну и, в принципе, он, опять же, подходит под тот замысел, к которому мы готовим эту тачку. Поэтому ставим. Пошли теперь вернемся к порогу. Что, вполне себе. Есть еще такое. И вот такое. Мы поставим волтекс. Вот. Он будет реально смотреться как комплект. Прикольно. Заднее крыло теперь. Тоже есть волтекс. А заднее крыло, смотри. Оно сделано по большей части под второй вариант передка. Хотя, в принципе, и с этим идет. Ну, по-любому придется ставить. Хотя, не скажу, что я прям в восторге. Правда, теперь напрашивается вариант замены все-таки этого на вот это крыло. Чтобы оно как-то, да, более гармонично смотрелось. Ну, да. Придется таки делать так. Но шина нас вынудила. Именно так сделать. Может быть, кто-то даже сейчас и обрадуется. Потому что, Соня, это же колхоз. Блин. Всегда кто-то колхозит тачку. И всегда кому-то колхоз, кому-то не колхоз. Вот так вот оно и работает. Давай сделаем темный вот так. Хламину. Задние. Задние фонари. Огонь. Антикрыло. Теперь давай смотреть. Антикрыло сток и волтекс, не сток. А в чем разница? Кто-нибудь объяснит мне, в чем разница вот этого волтекса? Я что-то не вдупляю, если честно. Ну, вот это крыло ничего. Вот это так себе. Слишком грубо. Слишком так себе. Слишком необычно. Ёбки. Какое оно огромное. Япона, мать. Вот это скамья такая нормальная. Можно бабулек возить по селу. Ого, Гошеньки. Нихера. Нихера себе. Ну, такое. Тачка типа на стиле. Ну, и это двойное такое крыло. Кстати, что-то в нем есть, да? Определенно. Кстати, в этой теме тоже. Так смотришь спереди на тачку. Что-то тоже есть. Определенно. Хотя сзади, мне кажется, как-то чуть-чуть перебор. Прям даже очень. Даже не чуть-чуть, наверное. Перебор. Вот ставить либо его, либо то двойное. Либо его. Не, одинарное, по-моему, все-таки как-то будет более вразумительно здесь выглядеть. Отлично. Поставили. Так. Саунд систему. Ну, выкинем 1300. Давай, допустим. Кто-то замечает вообще? В звуке хоть что-нибудь меняется? По-моему, не особо. Выхлоп. Одну баночку пожар... О, слушай. Смотри, какая... А, это стоковая, срезанная. Круто смотрится. На самом деле, вот такая обрезанная баночка тоже на этой машинке. Насадочка. Просто чуть другая. Типа, пусть будет вазь не сток, но это то же самое. Но смотрится симпатично. Торчащая хрень. Нет, нет, смотри, как она торчит. Ну, это просто какое-то уебанство. Я не знаю. Иначе это как-то сложно обозвать. Почему она так торчит? Зачем она так торчит? Я лучше обрезанного. Это вообще какой-то звездец. Просто я не представляю, кому это нравится. Не, ну, правда. Ну, она слишком, по-моему... Я ставлю вот эту вот не стоковую, обрезанную. Хотя можно было бы и не заморачиваться. Не, ну, тут банка типа побольше. Как-то более так смотрится. Хочу вернуться еще раз к сплитеру. И посмотреть со стороны. По-моему, все-таки можно было бы добавить. Но, блин, если бы он был не настолько прям огромный. Потому что она куца смотрится. Ну, правда, блин. Зачем они такие большие? Есть что-то поменьше, поаккуратнее. Ну, хоть что-нибудь. Вот. Вот этот вот вариант. В принципе, плюс-минус. Может быть, и дефлекторов можно было бы добавить. Потому что остальное все это какой-то зашквар. И то я не уверен, что он нужен. Ладно, давай поставим его, допустим. И еще раз вращаемся к дефлекторам, мать их. Вот эти вот тоже. Мелепиздрические. Все, пацаны. На колхозил тачку, блин. Думал, сделаю по минимуму. Сделал, как всегда. Все. Теперь надо подобрать дисочки. Я напоминаю, что тачка строится под ралли. Я смотрю, здесь дохера есть разных дисков. Но вот этот вот что-то прям выглядит крайне необычно. Вот такая тема тоже подходит. Вполне себе. Правда, немножко полка здесь, наверное, неуместна. Но, тем не менее, подходит. И вот этот диск подходит. И вот этот диск прям очень даже подходит. Профиль явно будет высокий у покрышек. Поскольку, ну, типа ралли. Вот раллиный варик. Вот это, кстати, именно по классике. Правда, HRE wheels я фиг знает. Но, правда, вот это чисто классический вариант. И тоже вполне себе достойно смотрится на этой машине. Вот еще 1552 тоже имеется. Блин. Сложно прям определиться. И вот по классике жанра тоже крутая тема. Короче, я пока обую все-таки этот диск. Я еще не уверен, честно говоря. В элдрейсинг. Но все же я вернусь, наверное, к дискам. После того, как применим какую-нибудь обтяжку. Там, винильчики. Вот эти вот все дела. Потому что он по-своему интересен, на самом деле. Единственное, что профиль, ну, хоть чуть-чуть надо сделать побольше. А то фулл профиль явно нет. Он какой-то вообще странный. Я таких дисков еще не видел. Но под ралли Корча он подходит. Ну, вот что-то как раз средний профиль, мне кажется. Может, даже еще чуть меньше. Может, даже что-то типа того. Американский какой-то диск. Кто-то видел хоть раз такой диск? Я впервые его вижу. Не знаю. Сблизи мне он как-то не нравится. А со стороны, учитывая, что это ралли-тачка, что-то в нем определенно есть. Какой-то он такой страшно-ужасно интересный. И напередок то же самое. Ставим. Сейчас еще шины поставим правильные. Вот что мне зашло. Это то, что здесь до охренища вариантов есть шин. И для оффроуда наверняка тоже что-то должно быть. Во-во-во-во-во. Пошли такие типа внедорожные шины. Вот, пацаны. Вот что я пытался добиться. То есть, что-то такое. Чтобы оно смотрелось, ну, как раллийная тачка. И оно так и смотрится, как раллийная тачка. Давай, хреначек. Что-то в этом определенно есть. Реально. Назад то же самое. Суппорта, думаю, можно не менять. Чисто визуалы. Их там и не видно под этими дисками. Ну, что-то типа того получилось. По тачке. А теперь надо применить какую-то обтяжечку. Страна нас отрится, честное слово. Ну, блин. Выглядит, в принципе, как раллийный корч. Надо только сейчас правильную обтяжку подобрать. Единственное, что, опять же, я не уверен насчет сплиттеров. Они тут и просятся, и ну их нахер. Сплиттер этот спереди. Ну, как-то без него было совсем уныло. Плюс под порог, он так норм. Короче, ребят, получилось пока что как-то так. Честно, очень сложно подобрать под эту тачку что-то подходящее. Пока что будет она вот такая вот зеленка. В принципе, как я говорил, я хотел ее сделать поярче. Немножко поменял посадку, поменял звук выхлопа. Все вот эти вот настройки вроде бы сделал. На первое время сойдет. Вообще, я сяду, подумаю, что с этой машиной можно сделать. Ну, прям много чего ей подходит, и много чего ей тупо не подходит. Как-то вот прийти к общему стремену, очень даже непросто. В случае с этой Митсубой. Я думал, что будет все гораздо проще. И обтяжки в основном люто колхозные. Что-то, блин, народ там какие-то гичи, если честно, сделал. Это не моя как бы обтяжка. Ну, кстати, прикольно. На улице она желтая. Ха-ха-ха. В гараже была зеленая. Ой, ёб твою мать. Не-не-не, ты что, блядь. Думаю, коль она зеленая, сделаю цвет дыма тоже зеленый. И это была большая ошибка. Поехали теперь в гонки. Посмотрим, на что эта тачка способна. В принципе, машина интересная получилась, как по мне. Номера я решил переделать. Поставить три семерки. Текст печатать не могу. Точнее, могу, но только на русском. Ну, я же не буду там печатать что-то, блин, народу. Ну, это же зашквар, честное слово. Можно было бы сделать, типа, русские номера, допустим. Кстати. Возможно, оно так и есть смысл это сделать. Короче. Сейчас посмотрим. На этой тачке, по идее, нам надо ссываться где-то вот в такие вот щегири. И вот тут она должна себя показывать прям. В щегирях она едет не особо-то и быстрее, скажу вам, чем обычные тачки. Ну, быстрее в любом случае. В любом случае. По ней можно, кстати, удобно от копов шухериться. Как раз по таким вот проселкам, так сказать. Можно же ездить буквально куда заблагорассудится. Ну что. Гонка у нас там где-то, черти знает, где по карте. Поехали, посмотрим вообще, что мы такое построили. У нас тачка немножко ниже, чем необходимо. Я напоминаю, что сложность здесь не очень высокая в игре. Поэтому, чтобы немножко усложнить себе задачу, срезаем нахрен теперь. Я решил делать, стараться делать, по крайней мере, тачки немножко ниже по рейтингу. Слушай, нормально она смотрится. Такой цвет, правда, на разном освещении она абсолютно как-то по-разному выглядит. Сейчас ближе к коричневому. Когда солнце на нее падало, она была желтая. В гараже она зеленая. Что-то мы никуда едем немножко. У меня вот интересно по дискам, не промахнулся ли я. Ну, в принципе, для ралли они реально подходят. По высоте профиля точно мы попали в точку. Как по мне. Было из чего выбрать, я был удивлен. Вроде бы оффроад, наверное, там мало дисочка должно быть. Но на самом деле, выбора дохренища было. Я еще думал поставить тот или иной диск. Давай, Митсуба. Слушай, нормально гребет, а там какие-то камни невидимые. Типа текстура. Она реально хорошо погребла в горочку. Чего я должен от этого сокращать? Что-то я хочу ехать вот так на пролом. У меня тачка как раз для этих целей. Она вполне себе позволяет это делать. Настоящий адрифт, блин. Оффроад или ралли корчалыга получилось. Пиздык. Ой, чуть-чуть намотались на дерево. Мы должны... Это какое-то маркопесие, слушай. А ну давай. Сейчас все получится. Хорош. Она даже управляется, слушай. Ну и огонь. Удобно. Откопов реально вот такая тачка. Простите, то, что доктор прописал. Чисто поугарать. Здесь бывают отводники, которые не сносятся. Вот они, зараза, мешают. Нормально, пацаны. Какой с нее прок иначе? Ну, чуть-чуть на побитые поедем. Ай-яй-яй. Так, вот. Вот такие типа дорожники. Это как раз ее конек должен быть. Можно будет потом взять вообще какой-нибудь внедорожник и дупость сделать уже по хардкору, как говорится. Здесь есть варианты типа джипы. Всяко разные там. Гелики и прочие. Гели, кстати, говорят, что какой-то несуразный в плане управляемости. Любит переворачиваться. Слушай, ну она и валит, я тебе хочу сказать, как по меркам ралли Корчелыги вполне достойно. Может быть, стоило, кстати, 8-ступенчатую поставить. Все равно автомат пусть себе маслает. Но, короче, те передатчики могли бы неплохо решать. Не, ну 250 по асфальту едет аж только так. При этом неплохо управляется здесь на асфальте достаточно. При том, что шины у нас тупо на оффроу. Там были эти паралины, но вы поняли, да? Потому что я решил поставить именно оффроу. Зато вот так вот себе едешь, не особо теряешь скорость. Класс! Удобно так как. Реально, как капот смотрится. Вот такое. Капот как будто гнутый, кстати. Неравномерно как-то выглядит. Хорошо идет, слушай, прям, блин. Ралли Корч, на котором можно и бонки ссываться вполне себе. И, по-моему, какой-никакой результат. 275 разогнал. Это я нитро не пущу еще. А ну! 280. 290. 300 пойдет. 300 пошла под нитро. Естественно, немножко... На две звезды, блин, на ралли тачке. Ха-ха-ха. Радар проехал. Зачет. Заруливаем нахрен. Мне нравится эта митсубиси. Слушай, даже, ты знаешь, не особо уже хочется что-то в ней менять. Что-то едет, что-то выглядит. Что нам еще надо, правильно? Правильно? Вполне себе. Не, ну здесь прям... Я чувствую, мы сейчас разорвем наших соперников, потому что вот по оффроду... Кусты, не кусты. Похер. Едь куда хочешь. Вот это настоящий открытый мир. При этом боком не особо ставится. То есть управляется вполне себе вменяемо. Это хорошо. Может быть, все-таки так поржать, потом можно будет рассмотреть что-то двойное антикрыло. Хотя и с этим, если рассмотрится, она реально круто. Так, что-то мы приехали. Машину побил немножко. Но, блин, нормально. Боевые царапины. Так она смотрится более подходяще. На ходу. Чё, погнали. Чё, за тобой опять? Ну давай, веди. Рошни. Господи, ну и кличка. Поршни. Ехать будешь, Рошни? Или ты себе Раптора купила, и который не валит? А, то есть пора, да? Раньше не пора было. Ну ладно. Коль пора. Рошни, ну серьёзно. Блин, чему они это сделали? Это действует мне на нервы. Не знаю, мы едем не на гонку, шоу-даун. Всегда всё так обставляем. От лишнего внимания. Чего? Федералов. Правительство не шибко любит тех граждан, что живут вне системы. Надо, может, на самом рихтануться по пути. Год назад на нас вышли в Вентури Бэй. Мы едва унесли ноги. Когда переехали сюда, стали устраивать гонки, чтобы не терять форму. Никогда не знаешь, когда придётся всё бросить и спасать свой зад. А я-то вам зачем? Хочешь стать лучше, гоняй с лучшими. А нам надо стать лучше. А чё она пошмёсканая всё равно? Рожки, ну серьёзно. Ты чё, по правилам едешь? А реально едет по правилам. Ну, как по правилам? Немножко превышает всё равно. Он уже могла бы, блин, давануть. Покажи мне, что ты умеешь, и мы обсудим оплату. На, смотри. Я умею. Вон, как тонуть. Просто как профессионал. Ну, не долетел немножко. Бывает, чё уж. Рожки. Ура, приехали, да? О, молодец, Рожки. Вообще красотка просто. Высший пилотаж. Ну, шо, пацаны? У нас сегодня новый участник. Я просила не щадить вас. Надеюсь, вы тоже не будете. Никого мы щадить не будем. Что-то у меня тачка прям слишком уж подготовлена для оффроуда на фоне их всех. А что ты так забуксовала? Скажи, что я не зря тебя привела. Да, не зря привела. На рабочий стол. Не вздумай вылетать под люка только. Я просила не щадить вас. Надеюсь, вы тоже не будете. Давай, давай, давай. Чего так буксует? Скажи, что я не зря тебя привела. Да не зря ты меня привела, десцы, подруга. Ща. Одену-то. Потерялась уже. Так, что это у нас уехало тут? У нас тут гонщик, ёпта. Давай догонять его. Потому что латать пыль за ним как-то не очень. Вариант. Ща, шпилечка скоро будет, да? А где я штурман какой-нибудь, нет? Мини-Купер, между прочим, для оффроуда. Кочегарит он там. Не, братишка. Кранки, да? Кранки, кранки. Тебе же не только меня сделать нужно. Да это я понял. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Извини, кранки. Блин. Неудобно вышло. Прям Форзой какой-то. Хорайзон 3 попахивает. Хе-хе, пейзажи идут. Это ещё не всё. Жми давай. Это уже практически всё. По крайней мере, мы идём к этому. Неплохо он едет на своём мини. Ну, пытается. О, как боком в тему сама стала. На песочке. Кто у нас впереди? Давай, обгоним его. Попробуйте, чё. Кстати, здесь оффроуд реально прикольненько. Мне заходит. Машинка такая живенькая, вполне себе управляется. Слово живенькая, наверное, слишком часто я употребляю здесь. Ну, имею в виду, управляется нормально. Не тупит, как это бывает с фастбайтом. Так, что огонь. У нас 4 баллона там простаивают. Чё будем простаивать? Давай сжигать, что ли. Что Митсубиси слишком ультимативная получилась. Очень хорошо едет. Прям зачёт. Пошмёцканная, правда, триньдец. Как будто такая... Не знаю, её обмазали чё-то. Чё ты такая обмазанная? Кранки там и прочие кинели-фуртаны. Что-то не успевают за нами. А мы не так хороши, как мне казалось. Ну, как бы, да. Я без намёков, конечно, говорил, но что-то всё именно к этому идёт. Именно к этому. Что-то вы, ребята, совсем не едете. Ну, нормально, мы очередную карточку сейчас привезём. Сколько денег отдашься? Надо теперь как-то отбиваться. А то, что-то, блин, я так вложился. Две тачки купил. И, блин, потратил почти полляма на две тачки. Как-то это не дёшево. А хочется суперкары ещё какие-то? Ну, до них, в принципе, далековато, наверное. Всё, затащили. Изи-каточка. Ты нас сделал. То, что нужно. Да, Рошни. Чё-то было это как-то, блин, уныленько. Теперь можно и поговорить. Для шоу-даун в город должны привезти партию топовых деталей. Но вот только никто их не получит. Погоняй с нами ещё, повтори то же самое, и всё же получишь одну. Идёт. Дам знать, когда мы будем готовы. Блин, подруга, а чё мне с вами гонять? Я вас уделил только, что просто как котят каких-то. Погоняй вот это вот ещё. Так, хорошо. Где следующая катка? Позвонит, может, сейчас, я не знаю. Чё-то нет никакой катки. Тут где-то есть где это самое, помыться и хз. Вот. Поехали. А то что-то, блин, машинка чуть-чуть так запылилась, самую малость, да? Ну, это фро, в принципе, наверное, всё пока надо. Но как-то, блин, поехали её отмоть сюда. Гараж. Блин, страшно. Сейчас прикольно. Фурк-фурк. Всё, теперь... Блин, ну она реально здесь зелёная. Не так уютно, как в гараже. Она реально зелёная здесь. При таком освещении, по крайней мере. Тупо зелёная тачка, блин. А по факту там. Но она и близко не такая. Крутые эти загрузки. Сколько я ни смотрю, и, блин, прям аж офигенно. Смотри, а тут она тупо жёлтая. Хамелеон какой-то получился. У меня есть пара классных апгрейдов. О. Приезжай на гонку, и один станет твоим. Апгрейды это хорошо, тем более бесплатно. Это вообще замечательно. И чё, мне опять надо будет аж пилить чёрт к чёрту на кулички. Ну ладно, поехали, чё. Знаешь, чё я себе думаю? Я потом, наверное, свапну мотор на этой тачке. У неё звук какой-то такой... Ни о чёмный, честно. Вообще никакой счастью. Вот. А можно будет поставить какой-нибудь V8. Вася, чтобы она зазвучала. Правда, V8, наверное, это будет перебор для Эва. Ну, короче, чё-нибудь другое, потому что я не знаю. Как вам этот звук выхлопа? Я его крутил туда-сюда, но он просто какой-то, блин, не знаю. Неприятный. Неприкольный, неприятный. Хочется, чтобы она более как-то так... Звонко, что ли, визжала. Более басовито. Короче, благо здесь можно делать свапы. И звуки мотора тогда подбираются просто на любой вкус и свет, как говорится. Потому что вот это вот изменение тона, оно что-то вообще не очень работает. Привет, Лукас. Ты как? Здорово. Ничего. Рёбра ещё болят. Мёрсер знает, куда бить. Видать, ты сильно его разозлил. Да, кстати, на столе у двери лежал аспирин в упаковке. Не знаешь, куда он делся? Нет. Может, она убрала? Не, я спрашивал. Говорит, не видела. Тебе надо отдохнуть. Ты заслужил. Да. Да, так и сделаю. Давай, до встречи. Трёп о делах насущных, как говорится, аспирин. Ладно, что-то мы приехали. Серьёзная игра, говорят. Может, я серьёзно... А вот я ехал, никого не цеплял. Почему моя машина опять вся в дерьме? Просто вот измазана. Эти можно брать и обмазываться. Это вот как раз оно. Вся в дерьмище. Кстати, я понял, что буксует. Шины-то немножко оффроут, а тут асфальт. Вот и буксует, видать. А мощность получается избыточная. Помни, за участие призов нет. Лишь за победу. У меня это почти вошло в привычку. Подсмотрим. А чё по рейтингам тут? Смотри, мы тут что-то под асфальтом провалились. Давай, погнали. Вторую? Поехали. Давай, как в последний раз. Ну, давай. Я сразу зажигаю тогда баллончики. Ух ты, ни хера. Что это там уехало так бодренько? Прям очень бодренько. Ёпта, меня тут сарай какой-то догоняет неплохо. Я, может быть, теперь по рейтингу, кстати, не очень прохожу. Всего, скорее, так оно и есть. Ох. Хреновенько срезал. Лужи. А то тут даже ничего не слетает. Заслужи её. Да тише не кричи, подруга. Сейчас всё будет. Заслужи её. Сейчас всё будешь плакать. Мы так не выкусили. Что-то мы кого-то нагоняем тут стремительно. Что, на Бэхе едет? По классике Е30. Вы такие на словах все, что крутые. Офигеешь. Реально на Бэхе. Хе-хе-хе. Пардоньте. Пока, Бэхо. Теперь вот так. Я ещё вернусь в игру. Такие ради бога. Кто ж против-то? Офроуд реально такой прикольный. Прикиньте, сделали бы ещё штурмана какого-то. Хе-хе. Не стрелочки, а... Диктовал бы стенограмму. Было бы вообще, наверное, огонь. Но... Не Творспид, Штурман, чё? Здесь хотя бы пейзажи такие весёлые. И рулится на Изи. И тачка эта не... Я помню, недавно пересмотрел серию по пейбэку. Как я там горел с этого эволюшена на оффроуде. Просто звездец. Он был тупо неуправляемый. А, признаю поражение. Что, таки да, да, таки признаёшь. Я ещё не закончил. Погоди. Сейчас мы тебя привезём, блядь. Повар до хера, как обычно. Метров. Давай-ка подожжём. Чё у нас там баллоны? Сейчас чё, на шпильку? Это она, видать, себя уговаривает, да? Догнать. Или я ход мысли потерял уже. Всё, я ничего не понимаю. А, всё? Мы уже приехали? Помоешь тачку? Отлично. Чё за детальё дают? 20 косарей. Мелочи приятно. Шины, по-моему, по крышке больше подходят. К каким-то, типа, грузовикам. Ну, раптору там и так далее. Деталь уже ждёт тебя в гараже. А больше мне не обломится? Пока нет. Надо уйти с радаров. Пошли слухи, что нас кое-кто ищет. Заляжем на дно совсем ненадолго. Но мы ещё встретимся. Чао, бомбино. Синьорита. Ну, серьёзную игру мы выиграли. А, понятно. Подвеска Pro. Зачем она мне? Непонятно, зачем она мне. Ну, короче, господа, как-то так. Вот такая вот получилась машинка. Рулится просто замечательно. Едет охренительно. По-моему, в принципе, всё получилось. Хотя я переживал, потому что было сложно именно по обтяжке. По тюнингу ещё плюс-минус. Там не очень много выбора было. Правда, я всё ещё считаю, что сплиттер здесь нахер не нужён. Он нам, ваш этот сплиттер. Не очень он тут к месту. Можно было бы и снять. Тогда она более бы смотрелась бы. Эта тачка такая типа раллиная. А так, конечно, корчулыга прикольно. Пишите в комменты, как вам тачка-то. Я думаю, что в следующей серии мы посетим Дристу. Здесь не Дрифт, а именно Дрист. Надо будет его тоже проходить потихоньку. Может, построим новую тачку. У нас там дождь есть. Может, и дождь допилим. Но Дрифт надо сразу делать в топ. Чтобы просто стараться хотя бы ехать в этом стиле. Потому что пока тачка слабая, это Дрифтом очень сложно назвать. Может быть, будет Маза переделать детальё. Не трасса Дрифт, а просто Дрифт, как писали некоторые. Хотя, я так понимаю, что трасса Дрифт более универсальна. Может, она замедляется таким образом. Чёрт не знает. Надо, короче, экспериментировать ещё. До хера, чего можно здесь делать, в этом Нитворц-Виде. Пока что это всё интересно. Надеюсь, что вам интересно не менее, чем я. А если таки, да, жарь лайчину. Подписочка и колокольчик максимально приветствуются. С вами был Сони. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся, ребятки. Давайте, до завтра. Пока.